МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Центр, с говорящим названием, признан самым северным небоскребом мира. На его верхних этажах расположился отель, самый высотный в Европе. Сегодня Высоцкий – одна из достопримечательностей Екатеринбурга и гордость местных жителей. Тем более многие внесли личный вклад в появление отеля. Проектировали и строили не приглашенные зарубежные специалисты, а свердловчане. Имя бизнес-центру тоже придумывали всем Екатеринбургом. Мы объявили конкурс на новостном портале Екатеринбурга на название бизнес-центра. Мы выбрали несколько предложений. Среди них было название Высоцкий. Отдали это специалистам в университет, лингвистам. И когда они проанализировали все названия, они сделали вывод, что Высоцкий несет в себе очень сильную и положительную энергию. Генеральный директор бизнес-центра Высоцкий очень большой поклонник Владимиру Семеновичу. У нас поэтому есть и памятник Марине Ваде и Высоцкому. Отель Высоцкий принадлежит компании «Рестейт». Открыт в сентябре 2013 года. Ежегодно Высоцкий принимает около 8 тысяч гостей. Дизайнера для оформления номеров искали по всему миру. Нашли также в Екатеринбурге. От ярких интерьеров сразу отказались. Атмосфера номеров должна была подчеркнуть негласный девиз отеля – подарить гостю ощущение возвышенности над суетой. В итоге остановились на классике с элементами арт-деко. Номера отеля расположены на 39-м этаже небоскреба. Всего их 27. Стандартные – делюксы, джуниор-сьют и президентский сьют. Кроме привычных номеров в отеле расположились 46 апартаментов. Предложение для тех, кто планирует надолго задержаться в Екатеринбурге. Это просторные комнаты с отдельной кухней и гостиной. В самый большой номер президентский сьют занимает 70 квадратных метров. Оформлен в изысканном классическом стиле с большим количеством золотых элементов. Но главное здесь – все тот же вид из окна, который восхищает и днем, и ночью. Месяц проживания в таких апартаментах стоит 80 тысяч рублей. В апартаментах категории «Стандарт» – 40 тысяч. В самый доступный номер в Высоцком одноместный стандарт – 6 тысяч рублей за сутки. Президентский сьют – 14 тысяч. Но независимо от цены в каждом номере главная изюминка отеля – панорамное стекление, сквозь которое весь город словно на ладони. Отсюда видно основные достопримечательности Екатеринбурга – храм на крови, площадь 1905 года и здание городской думы. Именно здесь останавливались Михаил Ефремов, Елена Образцова и Никита Высоцкий. У нас в отеле создается такая дружелюбная атмосфера, и гости это чувствуют на самом деле, и поэтому они возвращаются к нам снова. Потому что сейчас во многих отелях есть какой-то сервис супер, может быть, стандарты прописанные, но нет вот этого именно дружелюбия, нет вот этого ощущения, как будто бы ты дома. Желание каждого гостя, независимо от его социального уровня и известности, все сотрудники отеля готовы выполнить в любое время дня и ночи. Они уверены, что невыполнимых задач не существует, даже если на первый взгляд просьба кажется фантастической. Ну вот совершенно недавно у нас была ситуация. Наш любимый гость, он все еще у нас проживает, он изъявил такое желание, его пожеланием было заменить ванну в его номере на джакузи. Мы снова пришли к нашим строителям, к нашим проектировщикам, то что вот планы, пожалуйста, нарисуйте нам, что выход, отходы, мы теперь должны все это переделать. Все, естественно, схватились за голову, опять переделывать, у вас все функционирует, как мы все это проведем, но проблему решили, провели, и теперь гость доволен. У него стоит джакузи. Большая гордость отеля – его сотрудники. Чтобы уровень сервиса был на высоте, руководство придерживается простого правила. Как ты относишься к своим подчиненным, так они будут относиться к гостям отеля. Каждый работник нашего отеля проживает в отеле одну ночь. Это сделано для того, чтобы, потому что мы верим, для того, чтобы дать хороший сервис, ты должен сам испытать это на себе как гость. Вот когда они заселяются, либо, допустим, девушка-администратор со своим молодым человеком, и они видят, насколько это все классно, они готовы вот такой же сервис предоставить гостю, чтобы гость тоже ощутил все это на себе. Ну и мы заметили, что, правда, отношения становятся совершенно другим. Когда компания что-то делает для работника, работник готов отдавать вдвойне и втройне. Тем временем сотрудники и гости выглядывают из окон. Ален Робер уже преодолел половину своего пути. Конструкция уральского небоскреба заставила Человека-паука использовать присоски, хотя обычно Робер не пользуется специальными приспособлениями. Ему остается еще чуть более 20 этажей. Именно там, на высоте 186 метров, находится смотровая площадка, рестораны и зона релакса «Эко-спа». Полный спектр услуг мы предоставляем. Также есть и парикмайкерское направление, косметология. У нас предлагается спа-зона в качестве комплимента, когда гость заселяется. Если гости живут в апартаментах, это посещение один раз в неделю нашего спа-комплекса. Здесь одновременно можно расслабиться и с высоты наблюдать за динамичной жизнью города. Кабинеты спа-салона окружены панорамным остеклением. Есть и кабинеты на двоих, чтобы во время процедур вести беседы. Но самое большое удивление у гостей вызывает бассейн на 53-м этаже. Конечно же, никто не может похвастаться. В России, думаю, высотой на 53-м этаже нахождение бассейна. Это определенные технические моменты, которые нужно заложить при стадии строительства. И, соответственно, когда мы этот проект задумали, это все было продумано. И именно сейчас мы имеем эту красоту на 53-м этаже. На полках эко-спа дипломы и кубки. Стилисты и мастера по маникюру постоянно повышают квалификацию и стремятся довести свои умения до совершенства. После процедур, чтобы закрепить результат, гостям предлагают напитки из фитобара – кофейные травяные купажи. Отсюда видно самую красивую точку Екатеринбурга – Платинку. Своим достижением сотрудники считают разведение гостевых потоков. Таким образом, у каждого гостя складывается впечатление, что он единственный клиент салона. И все внимание уделяется только ему. Была и Ксения Собчак, была Екатерина Гусева, был Михаил Турецкий. Мы также предоставили им пространство, в которое не входили уже другие гости, другие персонажи. Поэтому, конечно же, нам были благодарны за это, что мы оставили их наедине, что так редко бывает. Знаменитые гости – еще одна гордость отеля. Их фотографии с автографами украшают стены ресторана «Влади Бар». Он расположился на 37-м этаже. Здесь проводят деловые переговоры и романтические свидания. В баре очень много гостей. Мы работаем круглосуточно. И днем это гости бизнес-центра. Это партнеры, это сотрудники бизнес-центра. Вечером это, конечно же, пары молодые, романтичные. Это гости города. Очень приятно видеть постоянно новых людей. Очень много иностранцев посещают бар. Меню ресторана – сочетание разных мировых кухонь. Но, несмотря на разнообразие блюд, за гостем остается право заказать у повара то, чего нет в меню. Так, после частых заказов в меню появились яйца «Бенедикт» – популярный английский завтрак, который включает в себя яйца пашот, тосты и голландский соус. Меню сделано таким образом, что если мясо, то оно, как правило, идет с овощами, чтобы лучше всего усваивалось, и не было тяжести в организме, и чувствовали себя бодро и весело. Каждый день в 17.00 здесь можно услышать – время пить чай, господа! Эксклюзивное предложение для Екатеринбурга. В ресторане «Владибар» сервируют английское чаепитие. Традиционная британская чайная церемония. Все в точности, как принято. Ароматный чай с молоком, неспешная беседа и, конечно, десерты. Помимо плюшек, которые всем известны, там, какие-то корзиночки с ягодами, сэндвичи, самая главная составляющая – это сконсы, английские булочки, традиционная английская выпечка. У нас на где никто не печет. И это очень было проблематично. Я, допустим, пробовала, как гость. Я пыталась найти у своих знакомых, у бабушек английских рецепт. Никто рецептом не делится, потому что все за свой рецепт, так как вот наши бабушки, наверное, русские, рецепт блинов не отдадут, английская бабушка не отдаст рецепт своих сконсов. Мы пробовали и переводить, брали на английских сайтах рецепта и переводили. Пробовали по городу искать что-то похожее. То есть находить, что да, вот это похоже, но вот этого надо добавить, вот это надо изменить. В итоге, с течения обстоятельств я была в Лондоне, я купила там эти булочки, привезла их сюда для того, чтобы наши шеф-повара и кондитеры их попробовали и сказали, вот, да, вот теперь мы поняли, чего не хватает, и все-таки сделали такие булочки. Особой популярностью пользуются вип-комнаты. Там гостей ожидает шампанское и, конечно, восхитительный вид. Многие свадьбы Екатеринбурга начались с предложения руки и сердца именно на этих диванах. Вип-комнаты находятся на той же высоте, что и смотровая площадка. Увидеть город с высоты 186 метров приходят школьники, туристы и влюбленные. Уже второй год на этой высоте проходит городская свадьба. Десятки молодоженов в один момент загадывают желание и отпускают в небо воздушные шары. Отсюда панорама Екатеринбурга простирается вдаль на 25 километров. Посетителям смотровой площадки выдается радиогид, оборудование с помощью которого можно самостоятельно знакомиться с городом, прослушать экскурсию на русском, английском, немецком и китайском языках. При строительстве большое внимание уделили безопасности. Весь периметр площадки огорожен высоким сверхпрочным стеклом. Оно выдерживает вес 120 килограммов на метр. Под бурные овации на смотровую площадку со стороны улицы поднимается Человек-паук. Чтобы достучаться до небес, ему потребовалось два часа. Но Олен Робер все же покорил самый северный небоскреб мира – бизнес-центр «Высоцкий». Редактор субтитров А.Семкин